В Прикаме стали больше покупать ювелирных изделий и мобильных телефонов, но меньше потреблять сахара и соли. Пермстат опубликовал данные по обороту розничной торговли в Пермском крае за первый квартал этого года в соотношении с годом прошлым. Согласно статистике, наибольший удельный вес в структуре оборота у непродовольственных товаров более 50%, удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил почти 48%. Наибольший рост в розничной торговле за первый квартал в Прикаме показала категория ювелирные изделия, почти 16,5%. Второе место по этому показателю у категории мобильные телефоны. Здесь статистика зафиксировала увеличение на 12,5%. А на третьей позиции по росту продаж в Прикаме обувь, чуть менее 12% рост. Если говорить о падении объемов розничной торговли, то сильнее всего в крае, согласно статистике. Просели продажи сахара и соли. Снижение на 20,5% и 11%. А замыкает тройку по этому показателю товарная категория свежие овощи. Снижение объемов более чем на 9%. В целом же по итогам первого квартала оборот розничной торговли Пермского края показал незначительный рост в 1% к тому же периоду прошлого года. В рублевом выражении показатель составил почти 132 миллиарда рублей. Ну и подробнее эту тему обсудим прямо сейчас в студии РБК Перм и Екатерина Антинеску, зав. кафедры маркетинга экономического факультета классического университета. Екатерина, приветствую вас. Спасибо, что заглянули. Добрый вечер. Ну вот все-таки снижение на 20,5% потребления сахара. Это что такое? Почему так произошло? Понятно, что это не связано с инфляционными процессами, поскольку цены на данные продукты, они все равно растут в данный период. Предположительно, мы говорим о том, что изменилось само по себе покупательское поведение. То есть мы говорим о том, что население стало больше питаться на работе, в пунктах вне домашнего питания. То есть пить где-то на улице кофе. То есть потребление сахара дома снизилось. Соответственно, и покупать, и соли, соответственно, для приготовления продуктов. Покупать этот продукт потребность стала меньше. Поэтому, конечно, переход, приобретение этого продукта в оптовую торговлю, он абсолютно логичен. И снижение розничного потребления. То есть, вы хотите сказать, что, грубо говоря, очень грубо, да, тот недопотребленный сахар, он перешел просто в общепит. Вот. А то же самое, я так понимаю, яйцом, мясом, муках. Да, абсолютно. То есть мы сейчас появились и хлебницы, да, то есть где есть возможность переобретать уже готовый продукт. То же самое касается как раз и яйцо, да, которое требуется для приготовления дома, да, выпечки. То есть, если так можно сказать, статистику все-таки общепит никаким образом испортил? Повлиял, да. Повлиял на статистику. То есть нельзя сказать, что население перестало это потреблять совсем. Скорее всего, то есть мы говорим о том, что это перешло в готовую еду. То есть и как раз это показывает рост объема общепита. То есть вы считаете, что конкретно инфляционные некие причины, они никаким образом не повлияли? Ну, все-таки 20,5, это одна пятая часть. Ну, мы смотрим на статистику, да, цены на соли не увеличились, да, то есть с 11 до 13 рублей. То есть динамика абсолютно положительная по стоимости, да, то есть если даже говорить, что стали переобретать меньше, но цена-то все равно растет, то есть инфляция здесь оказывает меньшее влияние, то есть большее-то количественное уменьшение потребления именно вот за счет того, что перераспределение идет в другую сферу. Что будет во втором, третьем, четвертом кварталах, на ваш взгляд? Ну, если судить по текущей динамике, да, то, возможно, она сохранится, то есть объем останется. Единственное, может быть, увеличится потребление не на много летний период заготовок, да, то есть когда начинаются какие-то такие домашние, хоздомашние заготовки, тогда, конечно, планируется увеличение. То есть в целом мы все-таки говорим о сезонности потребления, да? О сезонности потребления, от сезонности потребления изменения вообще потребительского поведения. То есть мы же не говорим, что в целом уменьшилось потребление сахара и соли, но уменьшилось именно в рознице. Вот, ну тогда вполне логично перейти и не продовольственным товарам, рост продаж мобильных телефонов, ювелирных украшений и обуви, особенно насчет обуви, насколько я помню, статистика раньше показывала, что... Спад. Да, спад, причем такой планомерный. Да, действительно, будем говорить, такой кризисный период для населения, мы пытались экономить, население пыталось экономить на всем, да, и обувь – это продукт длительного потребления для населения, то есть ремонт, увеличивали срок службы и так далее. Естественно, любой продукт, он имеет свойство изнашиваться, и, как говорится, за этот период срок использования даже старой обуви, он подошел, и появилась дополнительная потребность в этой обуви. Плюс мы говорим о том, что все-таки такой бэби-бум, да, произошел, да, население подрастающее растет, которое нуждается в новой обуви. То есть изменение само по себе структуры населения как раз изменило и потребление данного продукта. Тоже касается, кстати, и мобильных телефонов, да, то есть подрастающее население требует возобновления техники, да, то есть они быстрее осваивают новые продукты, особенно технические гаджеты, да. Поэтому, конечно, это касается и их. Если мы говорим про увеличение потребления ювелирных украшений, да, то, конечно, это тот момент, который показывает, что у населения появились те средства, те сбережения, которые они готовы тратить на то, чтобы порадовать своих близких, да. Особенно, если мы говорим, что это цифры, статистика за первый квартал, когда у нас были и новогодние праздники, и 8 марта, 23 февраля, да, то есть когда потребность в украшениях, она растет. Екатерина, ну вот в отношении ювелирных украшений, все-таки только ли сезонность именно связанная с праздниками и так далее? Или, может быть, здесь еще и речь о том, что увеличение стоимости, конечно, да. То есть это не обязательно увеличение именно в количественном, настолько в количественном объеме, да. Здесь мы говорим еще о том, что, как говорится, инфляция, да, и стоимость драгметаллов, да, она повлияла на то, что увеличить как раз вот эту цифру. Если в целом посмотреть, получается, ну, судя по тому, что вы говорите, неким образом в период оздоровления, да, мы вошли, когда люди уже начинают тратить деньги и не хранят их где-то дома. Будем говорить так, что население, оно уже начинает немножечко как бы говорить о том, что мы выдыхаем, да, мы продолжаем жить, да, кризис кризисом, да, это произошло, и действительно в 2017 году мы упали, как говорится, о полу, начали потихонечку, начали, появилась вот такая динамика к росту, и она касается и розницы, и торговых сетей, и вот эта положительная динамика, она не колоссальная, да, то есть она не так, чтобы мы растем огромными цифрами, да, огромными процентами, да, то есть она, будем говорить, чуть выше инфляции, да, но говорит уже о том, что вот тот минус, который был у нас в 2016 году, мы из него постепенно выкарабкиваемся, и население, да, если говорить про ритейл, который растет, да, так или иначе, да, он растет в основном не за счет того, что люди стали приходить в магазин и просто покупать на огромные суммы, нет, просто население стало чаще покупать на небольшие суммы, и вот это уже вошло в привычку, чистота покупок просто растет. Дальнейшие прогнозы именно по непродовольственным товарам? По непродовольственным товарам, ну, здесь, я думаю, что это опять-таки дань определенной, ну, как говорится, тренду на приобретение тех или иных продуктов, естественно, обычно у нас идет определенный спад в летний сезон, да, то есть, ну, и ближе к осени опять у нас идет подъем, особенно там на обувь, да. Вот, буквально сегодняшняя новость, это мы обратно к продовольственным товарам возвращаемся, да, белокочанная капуста, вот, федеральная антимонопольная служба заинтересовалась тем, что рост цен просто колоссальный какой-то, 225 процентов, вот, вы с чем это связываете? Это появление овощей свежего урожая, то есть, это урожай, который вот выращен буквально вот, ну, зимой будем так говорить, да, то есть, это овощи, которые появились на прилавке за счет того, что агробизнес вкладывается в создание таких вот культур, да, в основном понятно, что это закрытый грунт защищенный, и, соответственно, это требует достаточно много средств выращивания несезонных культур, да, поэтому, естественно, они на прилавках появляются дороже, по более высокой цене, нежели если бы это были культуры, выращенные в сезон. Ну, можем ли мы говорить о том, что в связи с этим вдруг спрос на белокочанную капусту упадет на столько же процентов? Ну, я, во-первых, поставка не в таких огромных объемах появилась в сетях, то есть, это для тех, той категории населения, которая хотела бы вот сейчас восполнить там витамины, да, купив свежую капусту, а не та, которая хранилась с осени, уже потеряла все витамины. Вот, ну и как к эксперту обращаюсь сейчас, вот с точки зрения ритейла, вообще есть смысл обращать на такую статистику по квартальную, внимание дает это им какую-то целостную картину, как дальше двигаться, какие решения предпринимать? Безусловно, то есть ритейл мониторит цены, мониторит покупательские привычки, смотрит предпочтения, которые происходят сейчас, если говорить вообще про мировой ритейл, да, то есть исследование того, что население предпочитает приобретать, да, то есть оно происходит регулярно, вот, к примеру, тот же бум на потребление авокадо-манго, да, то есть увеличил производство в Южной Америке этих продуктов, то есть до этого они там не выращивались в таких объемах, да, то есть в любом случае ритейл, который смотрит и наблюдает за то, чем потребитель насыщает себя, то, что он приобретает, будь это мода, будь это, ну, сезонное какое-то изменение потребления, ритейл тут же пытается это внедрять. Спасибо большое. Екатерина Антинеску, зав. кафедрой маркетинга и экономического факультета классического университета, была в студии РБК Перм, обсуждали мы розничную торговлю и, точнее, причины спада и роста отдельных позиций.